Веня, ты оставишь когда-нибудь в покое Нину? Ну, ты же понимаешь, что она терпеть не может кошек, а ты всё пристаёшь. Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои хорошие, я спешу поделиться с вами историей. Историей с Ниной, историей с моим котом. Вы знаете, я сразу хотела рассказать, но я всё думала, что мне удастся заснять эксклюзивные кадры. Но так и не получилось, поэтому расскажу. Ну, не могу удержаться, чтобы не рассказать, потому что мы смеёмся по сей день. Все вы помните моё поздравление, когда я срочным образом ёлку наряжала как декорацию. И мне надо было, значит, портрет Нины, который я получила из Москвы, срочным образом повесить на ёлку. И, вы знаете, всё это так быстро-быстро, потому что хотелось побыстрее отправить девчонкам в чат пни свинью с поздравлением. И, значит, я что-то вот завозилась, так у меня Нина осталась на ёлке этой висеть. Делал куча, Новый год. То на кухню, то последние штрихи какие-то там с украшением дома. Нина всё время висела на ёлке. Муж зашёл в зал и вздрогнул, говорит, убери её оттуда, как покойница висит. У меня такой, ребят, смех пробрал, я не могла остановиться. В итоге Нину я убрала, ну, чтобы она никому не мозолила глаза. Рядом возле этой ёлки у меня, значит, тумба и телевизор. И я положила её рядом возле телевизора. И она там таки лежала и лежала несколько дней. Ну, правда, муж её перевернул, и никому не было дела до этой Нины. Пока мы не заметили, что Нина-то пропала. Нины нет. Я, естественно, спрашиваю у мужа, говорю, ты Нину брал? Нафига, говорит, мне нужна твоя Нина, говорит, я её только перевернула. А то я, говорит, как подойду к телевизору, так пугаюсь её. Короче, в итоге, ребят, несколько дней мы не могли найти Нину. Ну, тут мы, значит, сидим с мужем, смотрим телевизор и, значит, слышим шорох какой-то под диваном. Хотя я уже и под диваном смотрела, и под креслами. Ну, сами понимаете, что у меня дома кошки, коты. Но, знаете, они особо как-то и бумагами никакими не интересуются, и дождик их не интересует. Ну, кроме Веньки, младшенького. Тот пару подходов к ёлке сделал. Ёлку, кстати, мы таки оставили, но, правда, мы её немного красивее сделали. Думаем, ай, пускай стоит. Мы большую решили не ставить, так она у нас и осталась. И вот у Веня пару каких-то таких, да, пробных шагов подойти к ёлке делал. И тут, получается, шорох под диваном. Ничего не поняла. Я говорю, кто там чё тащит? Кто там шуршит? Знаете, обычно я так потопаю ногой по полу, если кто-то где-то там шкодничает. Тут же вылазят, тут же все послушненькие. Никто не шкодничает. И тут ноль эмоций. Шорох продолжается. А неохота, ребят, идти за фонариком, опять смотреть, что там, кто там шуршит. Ну, сижу, думаю, сейчас вылезет. И тут появляется сначала хвост, потом попа, а потом потихонечку вылазит Веня и в зубах вытаскивает Нину. Ребят, вы знаете, это был момент, который, конечно же, можно было заснять. Но мы так смеялись с мужем, что было не до телефона, не до съемок. И главное, он вытащил и шустренько с этим портретом бегом в коридор и не знал, куда прятаться. Ребят, это просто был угар. Что вы думаете? Нину я забрала. Ну, это же ценный экземпляр. Ну, это же не для растерзания коту. Правда же? Зачем, чтобы он рвал такой шедевр? Поэтому я забрала. Спрятала я. Опять же, ребят, спрятала за монитор компьютера. И, в общем-то, коты у нас тоже там не лазят. Ну, туда не пролезть узко. Но я решила, что точно уже до туда никто не доберется, при том, что Веня не видел, когда я туда убирала. И что вы думаете, ребят? И оттуда пропал портрет Нины. Тут мы с мужем уже не знали. То ли со смеху падает, то ли что. Ребят, ну, это правда было настолько прикольно. До сих пор мы с этой Ниной ржем. Но самый прикол был это в конце. В итоге муж говорит, да положи ты ее в шкаф. Убери на полку, закрой, и он не будет нигде лазить. Он туда не доберется. А так он, получается, все время где-то шарится, ищет. А он ищет Нину, понимаете? Он до сих пор шарится. Он до сих пор ее ищет, потому что я ее спрятала, и он не может добраться до нее. Но дальше я все-таки ее не убрала в шкаф. Нет, я ее просто убрала, где лежит папка с документами, высоко, где в основном мы складываем теплую одежду, то есть шапки и шарфы, и у меня там лежит папка с документами. И, значит, туда тоже никто никогда не лазит. Что вы думаете? И оттуда пропал портрет Нины. И если бы вы знали, где мы нашли его. Мы нашли его в туалете в лотке. Ребят, вот это было точно угар. Ну, в туалете же уже не заснимешь всю эту картину. Но мы, ребят, мы смеялись весь вечер. Я уже не стала искать. Думаю, ну разорвет и разорвет. Ну, что теперь уже поделать? Муж говорит, говорил я тебе. Убери ее куда-нибудь так, чтобы он вообще не мог достать. Ну, ты же видишь, что он ее везде найдет. Что его манит, я не знаю. Ребят, ну явно не дождик. Явно не дождик, потому что на елке дождик. Он бы елку теребил. И я не знаю, ребят, но это ржачка вообще. Вам не передать. В итоге, ребят, я ее убрала. Убрала в шкафчик, прикрыла дверцей. Ну, и в итоге он не может, просто не может открыть, не может достать, как бы ему не хотелось. А ему хочется. Он попытки делал, что-то там лапой ковырял, но ничего у него не получилось. И теперь наш Венька на дежурстве ежедневно. Он сидит возле этого шкафчика, возле этой дверцы. И надеется, что дверца откроется и выпадет оттуда мина. Ребят, да, каждый день сидит. Не целый день сидит. Но вот он запрыгивает, сидит, уныло смотрит на этот шкафчик и думает, это же надо. Так спрятали, что я добраться теперь не могу. Короче, ребят, мне, конечно же, жалко, что это все невозможно было заснять. Если бы это все возможно было заснять, то, ребят, это правда уржаться. Это же надо было запереть эту Нину в кошачий лоток. Благо, лоток, ребят, был чистый. Вот только-только поменяло, и получается, что свежий наполнитель насыпало. И если бы он, конечно, затащил, а еще и загреб в грязный лоток, то Нине на место уже было бы точно в мусорнице. Но ей повезло, что упала она не в говно. Теперь Нинкина место под замком. Строго под запретом. Смотреть нельзя, доставать тоже. Ну, потому что люди пугаются. А Венька тащит Нинку в туалет. Продолжение следует...